При этом в регионе делается все, чтобы качество энергоснабжения соответствовало самому высокому уровню. Именно с этой целью началась масштабная модернизация на Устилимской ГЭС. Какие перемены ждут эту гидроэлектростанцию и жители области в курсе Евгений Шоев. Получите, распишитесь. На Устилимскую ГЭС пришла посылка невиданных масштабов. 80-тонная деталь – часть сложной системы гидроэлектростанции, которая обслуживает весь север Иркутской области. Ждали важный груз почти месяц. Столько его везли через всю страну из Санкт-Петербурга. Перевозка прошла в штатном режиме, без всяких отклонений, без всяких нюансов. Единственное, вот нас немножечко мы здесь пододержались из-за погодных условий, потому что прошел снег. И, соответственно, здесь все-таки тяжеловато для такого груза перевал и подъем, и спуск. Груз – это рабочее колесо для ГЭС. Именно его раскручивает поток воды, далее вращение передается на генераторы и вырабатывается электроэнергия. Новая деталь – произведение инженерного искусства. Выпускают эти агрегаты только в Санкт-Петербурге и для каждой ГЭС индивидуально. После долгой дороги колесо ждет своего рода банный день. Нужно удалить всю грязь, и только после этого начнется монтаж. Он займет около трех месяцев. Новая деталь позволит увеличить объемы вырабатываемой электроэнергии. Предусмотрена замена рабочих колес на гидроагрегатах в 10-м, 12-м, 4-м и 2-м. Это у нас эффективный окупаемый проект под эгидой «Иркутск Энерго» и «Евросип Энерго». После реализации самого проекта станция будет дополнительно вырабатывать 380-430 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это только часть масштабной модернизации. Обновление станции идет также в Братске и Красноярске. Как только все работы будут выполнены, гидроэлектростанции начнут выдавать энергии больше на полтора миллиарда киловатт-часов в год, используя тот же объем воды. А это уже сопоставимо с запуском новой ГЭС. Евгений Шоев, Новости по будням.